Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсорами на Ютубе кнопкой ссылка под видео. Бывший премьер Влад Филат прокомментировал заявление президента Майя Санду о том, что только граждане могут принимать решение об объединении Молдовы с Румынией, назвав это замаскированным антиунионизмом. Об этом пишет PointMD. Опросы показывают, что у Молдовы идея объединения пользуется поддержкой, заявила Майя Санду в передаче. В связи с этим Филат отметил, что ссылка на опрос в вопросе воссоединения с Румынией не только контрпродуктивно и неуместно, но и начинает становиться оправданием для политических лидеров, которые в тени опросов оправдывают замаскированный антиунионизм. Внешние риски и угрозы, увековечивание собственных внутренних уязвимостей, а также создаваемые и эксплуатируемые Россией на государственном уровне, все больше служат возможности Москвы. Пока у нас есть еще время, по крайней мере, попытаемся серьезно подойти на государственном уровне к этому шансу, потому что история никогда не прощает тех, кто теряет возможности, отметил Филат. Такие заявления больше похожи на попытку обычной манипуляции, ведь контекст отношений с Румынией и такая позиция президента очень важна для Молдовы, в частности потому, что президент Румынии Клаус Йоханес заявляет, что Румыния была и остается с Республикой Молдова и решительно осуждает любые попытки дестабилизации, инициированные из-за пределов страны. Публичные сигналы о любых попытках Российской Федерации нелегитимно вмешаться с целью свержения демократического и конституционного строя Республики Молдова, суверенного государства, избравшего свой политический курс путем свободного голосования, вызывают крайнюю тревогу, говорится в послании президента Румынии, цитируемом IPN. «Угрозы, направленные на дестабилизацию европейской траектории Республики Молдова, тем более в этот сложный период, отмеченный на мировом уровне глубокими кризисами в сфере безопасности и экономики, ни в коем случае нельзя игнорировать», отмечает Клаус Йоханес. «Я как можно четче подтверждаю, что Республика Молдова не одинока перед этими вызовами. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Румынии с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ и ее проевропейского будущего», подчеркнул президент Румынии. По его словам, место Республики Молдова в большой семье Европейского Союза, «этот путь необратим, и по нему нужно идти последовательно, мужественно и амбициозно. В этом процессе присоединения Республика Молдова по-прежнему может рассчитывать на полную солидарность и активную поддержку румынского государства». «Румыния поддерживает усилия по реформированию и демократической консолидации на избранном Кишиневом пути к современному процветающему обществу, основанному на европейских демократических ценностях. Я уверяю граждан Республики Молдова, что Румыния и Румыны, по-прежнему с ними, уточняет Клаус Йоханнис». Так что сотрудничество между странами только усиливается, в частности, министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко и ее румынский коллега Лучан Николай Абаде подписали недавно договор между правительствами стран о совместном контроле в пункте пересечения границы Леушене-Албица на румынской стороне. Ревенко отметила, что это позволит значительно сократить время ожидания таможни во время въезда в Румынию. Это долгожданный день. Соглашение предоставляет новый механизм, который поможет обеспечить безопасность на молдавско-румынской границе, бороться с преступностью, терроризмом и отмыванием денег. Это позволит эффективно управлять трансграничными потоками, решить проблему с очередями на границе. Молдавско-румынские группы работают над реализацией соглашения. Этот документ является еще одним жестким шагом. В евроинтеграционном порядке Молдовы заявила Ревенко. Глава МВД Румынии также отметил, что документ позволит укрепить сотрудничество между странами. Это важно для Молдовы и Румынии и для наших граждан. Наши государства тесно связаны, и мы должны развивать и оптимизировать пограничную инфраструктуру. Сегодняшние меры еще раз доказывают, что Молдова является надежным партнером Европейского Союза, отметил он. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!